Итак, вот мы объявили с вами массив линейный. Как считать в него числа? Так же, как и всегда, мы используем сканер, цикл. Если вы хотите считать все элементы массива сразу, можете использовать, даже лучше всего использовать, размер массива. У него перемены массива есть свойства. Через точку оно доступно, называется оно length, длина. Это число, содержащее длину массива 5. Соответственно, вы можете с помощью сканера считать числа в массив по очереди. Обращаться к каждой ячейке массива можно как обычной переменной. Нужно просто указать ее адрес или индекс. У нас есть счетчик i, мы для этого его используем. И присылаем элементы в массив. Теперь мы хотим массив этот распечатать. Давайте сделаем то же самое и на экран выведем массив. Напомню, что у нас есть такое сочетание буквок south. System.out.println выводит. Довольно удобно. Замечу, что индекс используется одинаково в обоих циклах. Он работает только внутри этого цикла. Дальше это уже другая переменная, новая. Давайте эту программу запустим. Вот мы ввели с вами 5 чисел и нам программа вывела 5 чисел заново. Можно с каждой ячейкой работать независимо от других. То есть можно их друг с другом складывать, можно вычитать, присваивать, заменять, все что угодно. Про массивы важно помнить следующее. Во-первых, у них не изменен размер, то есть вы не можете удалить ячейки или добавить. Все ячейки имеют одинаковый тип, то есть если вы объявили массив целых чисел, то есть никакие дробные числа в них записывать нельзя. То есть вот такая вот операция будет недоступна вам. Вам среда подсказывает, что требуется тип int, а вы дали double. Может немножко удивить вас, например, какая-нибудь функция HiPod, гипотенузу, допустим, вы считаете. Как же так? Я взял два целых числа, а получил, значит, не целое. Потому что функция HiPod возвращает вам вообще, говорят, double. Нужно ее либо округлить, либо отбросить до нужной части с помощью преобразования к целому типу, например. То есть с типами в Java все очень строго, в отличии, допустим, от Python или Pascal. Значит, преобразования не происходит неявного здесь. Нужно все время вручную указывать, какой тип он нужен. Теперь при создании массива new int у вас автоматически в него записались целые числа нули. Давайте это проверим. Уберем запись в массив, просто выведем массив на экран. Как вы видите, в массиве изначально были нули. То есть если вам нужно некоторые ячейки массива задать, а другие пусть будут нулями, вы можете этого не делать, они изначально уже нули. То есть специально нули из вас записывать не обязательно. Кратит на это время и силы. Вот. Значит, если вам нужно создать новый массив вместо старого, это можно сделать. То есть можно сказать, что numbers теперь у меня будет новый массив другого размера. И это совершенно нормально. То есть теперь я создал другой массив и переменная numbers теперь указывает на другой массив, а не на тот, где было пять элементов. То есть такое переприсваивание вполне доступно и можно пользоваться. Можно копировать ячейки из одного массива в другой, по помощи цикла, например. Также у нас существует специальный класс Arrays. Смотрите, выводить числа по помощи цикла не очень-то бывает удобно. Как сделать вывод более простым? Использовать Arrays, есть такой класс, у нее есть функция ToString. Если передать ей массив, то она, эта функция, преобразует его в строку, разделив ячейки массива запятыми и взяв все в квадратной скобочке. То есть вот такая вот получится у нас строчка, довольно удобная. То есть в этом смысле вы вместо цикла, где вручную печатаете по очереди значения, используете одну функцию, которая преобразует массив к строке. Как видите, название функции само себя объясняя, передавая ей массив, получаете строку, и строка уже печатается. Вот. Так, далее. Перейдем к нашей задачке. Значит, она довольно простая и интересная. Вам нужно считать массив целых чисел и их обработать. Маленький Мерлин хочет стать метеорологом. Он измеряет температуру воздуха каждый час. Так что через несколько дней получается длинное последнее значение. Например, вот такая. Обнаружив, что его инструменты несовершенны, значение скачет вверх-вниз на несколько градусов от реальных значений. Обнаружив это, Мерлин решил сгладить данные. То есть, если бы вы рисовали вот такую ломаную линию. Сейчас я покажу вам пример. Например, чтобы сгладить данные, он каждое значение заменит средним от трех. Само значение слева и справа. Мы не трогаем первый элемент массива и последний, а все остальные мы сглаживаем. Ну, никакой пример. Берем число 5, складываем его с 3 и 6 справа и слева. Получаем сумму и делим ее на 3. Ну, то есть, средняя ароматическая от 3. Получаем число 4,66 в периоде. Дальше берем число 6. Складываем все три числа. Получаем некую сумму, делим ее на 3, получаем 5. То же самое делаем числом 4. Складываем три числа, получаем средняя ароматическая, число 5. На самом деле, такой способ сглаживания называется по-умному метод сглаживающего окна. И он довольно популярен в анализе данных. Значит, если вы загуглите какой-нибудь картинку на эту тему. То есть, вот у вас были значения, видите, как скакали очень сильно. Но используя сглаживание, вы получаете некоторую кривую, которая вам позволяет получить... Вот смотрите, видите? Это практически та же самая ситуация, что у Мерлина. Много значений, они постоянно скачут. Но если мы возьмем не само значение, а несколько соседних, например, три или больше, то мы можем получить некий более плавный график, который нам покажет настоящую тенденцию. Потому что эти отклонения, они вызваны случайными причинами, различными ошибками. Вот. Вот smoothing – это сглаживание. Что вам дано на входе? Вы знаете, что у вас будет 7 чисел. Число чисел вы знаете. То есть число шагов цикла тоже вы знаете. С какого размера массив создать? Вы знаете 7 элементов массива. Считывая эти числа, замечу, что это числа вещественные, они целые. Соответственно, нужно использовать тип double. и после, как вы считали, нужно создать новый массив, в котором вы эти числа сгладите. Давайте это сделаем. Итак, объявляем массив numbers. Пока у него ничего нет. Можете, пожалуйста, подключить. А, сейчас, секунду. Мы считываем число значений. Сколько там Merlin намерил. Затем создаем массив. Numbers. NewInt. Я специально сделал ошибку. Внимательно читайте, мне скажут, что я сделал не так по условиям задачи. Дабл не использовал. Да, нужно не использовать дабл. Так, вот, объявили массив вещественных чисел. Теперь мы считаем эти числа. Соответственно, она уже использует нам с вами не nextInt функцию, а nextDouble. и все. Таким образом, мы считали с вами все числа массив. Теперь нам нужно создать массив. размера N. Перенести его первый и последний элемент. они не меняются. Они не меняются. То есть, у нас с вами по условию задачи первый лет массива и последний лет массива не меняются. Мы их не сглаживаем. Сглажим все остальные. Дальше рассчитать остальные элементы. Вывести массив вы можете вот таким вот образом. Неважно, какого типа у вас элементы в Numbers. Числа это символы или что-то еще. В любом случае, эта функция сработает. То есть, вам потребуется еще один цикл для расчета. Вопрос. По условию задачи. Если у вас элемент массив размера N, сколько шагов должен сделать цикл, который сглаживает эти элементы? Давайте я вам еще раз условия покажу, чтобы было проще думать. N раз или как? Вот у вас, смотрите. Здесь семь значений. Первое значение и последнее значение. Вы не меняете. Просто записывайте их в новый массив, как есть. Сколько шагов сделать цикл, который будет рассчитывать сглаженные значения. Вот эти вот. Выделенные значения надо нам сгладить. Сколько шагов цикл сделать? 3. Почему 3? Я пока не вижу, что 3. Или я чего-то не понял. Ну, смотрите. Вы первое и последнее значение никак не изменяете. А по остальным последнее шагов 5, конечно. 7 минус 2. То есть это не берем и это не берем. Последнее. А все остальные изменяем. То есть N минус 2. Потому что первый и последний не меняются. вот сейчас я этот код тоже на PSB размещу. В принципе понятно, что требуется в задаче? Ну, ладно. Ну, то есть, грубо говоря, если вы не без программирования, все понятно, как по шагам сделать. Все вроде бы. Итак, вот я вам код в чатик прошу. Итак, давайте с вами решим в классе две задачки. Начнем с графика погоды. Потом те, кто решает ее, мне показывает или можете свой код присылать. Я отключаться не буду. Значит, и потом решаем банковские проценты. Она достаточно простая. Там буквально две-три строчки вам дописать осталось. Но все равно там можно сделать кучу ошибок, как показывает практика. Так я не могу. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Продолжение следует...